А теперь подробнее об этих и других новостях. В округе с 2014 года работает производственная компания «Стройкомплекс». Здесь выпускают автобусные остановки, информационные лайтбоксы, телекоммуникационные шкафы, навигационные пилоны с табло прибытия транспорта. О работе предприятия расскажем в сюжете. Почти 10 лет компания «Стройкомплекс» разрабатывает и изготавливает металлоконструкции различного профиля. Велосипедные парковки, декоративные ограждения, лавочки, указательные щиты и пилоны. Основной продукт – павильон ожидания общественного транспорта. В год здесь выпускают более 500 остановок. Каждую оснащают зарядной станцией для мобильных устройств, Wi-Fi-модулем и видеонаблюдением. Они антивандальные, они коррозионно-стойкие, у них есть USB-зарядка. Поэтому даже если вам придется ждать автобус, вы грустить не будете. Все время свой гаджет сможете зарядить, так что не успеете. Сзади меня – это вот все сборочный участок, где производится непосредственно уже финальная сборка нашего павильона. И вот именно с этого места он на манипуляторе уже уходит в собранном состоянии и дальше на монтаж. Современные остановочные павильоны, изготовленные на предприятии в Томилине, популярны не только в московском регионе. Их можно встретить на улицах Кирова, Таганрога, Екатеринбурга и Перми. Скоро такие остановки появятся в городском округе Люберцы. Мы их устанавливаем вблизи наших железнодорожных станций, так как проект по благоустройству МЦД – это станции Ухтомская, Люберцы-1, Панки, Томилино, Красково и Малаховка – в этом году будут благоустроены к сентябрю. И рядом с этими железнодорожными станциями уже появятся первые остановки. Их установят ближе к сентябрю. Каждый остановочный павильон будет стилизован символикой городского округа Люберцы. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.